МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире телекомпании «Город» программа «Вызов принят». Здравствуйте! С вами Олеся Харлина. Главная тема сегодня. Нелегалам, тем более преступникам, не место в городе. Рязанские таксисты устроили митинг протеста. Современные технологии и новые возможности. Милицейский вуз вырос на 10 тысяч квадратных метров. Маньяк со зверином оскалом. Об Александровском Джеке-Потрошителе в рубрике «Вело номер». На этой неделе теперь уже возмущенной общественностью снова был поднят вопрос о нашествии нелегальных мигрантов и их отношении к коренному населению Рязани. Причиной самого настоящего митинга стал конфликт между водителем такси и уроженцами Узбекистана. По словам таксиста, он сделал замечание гостям столицы, которые, простите, справляли нужду в сердце Рязани на остановке общественного транспорта библиотека имени Горького. За что получил сильный удар осколком бутылки. Водителю понадобилась помощь медиков. Сразу активизировались представители СМИ, общины, чиновники. А сама таксистская братья собрала митинг. Сначала у здания областного правительства, а затем на площади театральной. Требование было только одно – выселить мигрантов. Полемика была жаркой, но уже через несколько дней выяснилось, что конфликт произошел по другой причине, и виновник не так уж очевиден. Вот версия сотрудников полиции. В настоящее время по факту произошедшего продолжается проверка. На сегодняшний день проведенные проверочные мероприятия позволяют сделать вывод, что в данной ситуации имел место конфликт водителя и клиента. Также полицейские выяснили, что водитель такси не имел необходимого разрешения на осуществление пассажирских перевозок. Кроме того, ранее он привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение легкого вреда здоровью. Случай частный, но нельзя закрыть глаза на то, что в целом происходит на улицах Рязани, и не дать слова тем, кто тоже приводит факты. Количество мигрантов действительно растет, а культура их поведения оставляет желать лучшего. Вот что говорили рязанские таксисты. Это все не приходит в новостях. Даже новости взять и смотришь. 20% русских совершили грабеж, убийство, изнасилование. 40% совершают лица кавказской национальности. Опять же, вот смотрите, какой русский там додумается свадьба стрелять в пистолет. Они едут, они знают, что им за это ничего не будет. Они заплатили за это. Чего пацанов не пропускают по городу? Сюда пацаны едут, их не пропускают. Ты дай команду, пусть пропустят пацанов. Пойду с девушкой, с женой или там. Он сейчас налетят, куча, и черт. И в итоге, получается, я буду защищать свою семью, и опять я буду виноват. Почему вы будете виноват, если вы виноваты? Потому что. Да и через это все проходили. Вернули 10, а приехали 50. Я вот их ночью сколько на первой рязани вижу. Пачка, пачка не грузится. Прям козели подъезжают, и как не пилают. Я говорю, подъехай к глобусу, вон, золотая вина. А почему, вот, грубо говоря, я пока визу в России не получу, я не планирую, проекты в Швецию, там, ну еще куда-то. Они приезжают, они здесь регистрацию. И у них там, ты на косячах, и лет на пять открываешь границу. А у нас на косячах, они через месяц обратно в связи. Довезу. Вот, я на косячах, чтобы нас в веке погонять. Вот, когда с Москвой разгоняли со стройки, вот, был тут кипиш, вот, мы на первой, с первой рязани, вот, ну, то есть, большинство народу, которые давно работают в такси, вот, они, то есть, перевозили вот этих узбеков, везли, догоняли поезд, когда их высадили на первой рязани. Вот, ко мне сели узбеки, их село 4 человека. У них был один паспорт на четверых, больше ни у кого. И большинство здесь так вот работает, которые вот, у них просто вот нет документов никаких. Их никто не разгоняет никуда, ничего. Стоило бы обратить внимание на обычных людей, которые, заметьте, приводят реальные примеры. А это только полсотни человек. Рязанские таксисты, надо сказать, несмотря на человеческое возмущение, спокойно и в рамках литературного русского языка пытались быть услышанными сотрудниками полиции и теми, кто больше переживал, чтобы пресса чего не выдала. Митингующие предложили представителям власти показательно наказать хотя бы 5-6 нелегалов, чтобы дать понять, кто в доме хозяин. Но в ответ слышали, мы живем в рамках правового государства. Мы – да. А в рамках каких законов живут нелегалы? Ведь что ни конфликт обязательно, без документов, но зато с ножами. Мы хотим упорядочить работу в этой сфере. Если вся работа будет осуществляться в соответствии с теми разрешениями, которые выдает наш министерство, подождите, 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 я закончу. Если все будет упорядочено, вот такие инциденты будут исключены. Произошел инцидент с нехорошими людьми. А чем будет связано? Будет он работать в официальном такси или он будет простым? Простите, я вас помню, человек просто вышел из машины и сделал замечание двум узбекам, которые стояли, где они получают регистрацию? Возле ЗАГСа. Я в курсе. В ответ на что он пьяный разбил стекло и ударил его осколку. Но его же полиция задержала. Дело не в этом. Дело не в этом. Чтобы вы помогли, вам спасибо, что вы помогли. Дело не в этом. А такси сейчас не будем говорить вообще. Мы говорим просто, вот вы стоите на остановке, ну запозднелись, сгостели. Идут два пьяных узбека. Один начинает, извините, дуть по дугу дома. Вы говорите, что вы что делаете, молодой человек? Он разбивает бутылку и бьет вам в голову. Что дальше? Нельзя забывать самое важное. На первом месте главенство закона. И дело не в городах или национальностях, а в том, что абсолютно все, без исключения, будь то коренной житель или приезжий, должны жить по закону. А если нарушил, будь добр, понеси наказание. К другим новостям недели. Рязанский филиал Московского университета МВД России отметил 15-летие со дня основания, да еще как, открытием нового учебного корпуса. Пятиэтажное здание площадью 10 тысяч квадратных метров было возведено менее чем за три года. Интерактивные трибуны, современные программно-аппаратные комплексы и по-европейски оборудованный спортивный зал. Все это пришло на смену монотонным лекциям и докладам. Время требует живых примеров мультимедийного сопровождения занятий и постоянного повышения квалификации. Все это теперь возможно в стенах родного вуза. Трибуна позволяет достаточно комфортно, легко проводить занятия, используя все возможные технологии. В данной аудитории компьютеры, видите, современные, то есть и системный блок, и монитор в одном месте, не требуется вот этих больших ящиков, которые были раньше. Иногородних сотрудников, которые прибывают на обучении из других регионов, готовы разместить в новом общежитии. 15 лет назад немногие энтузиасты могли представить, что на этом месте появится целый комплекс современных корпусов. Вместе с расширением базы, безусловно, возрастает и определенные требования к профессор-подавательскому составу. А вот новый плац, который значительно больше, уже имеющегося в юбилейный день, уступили первокурсникам. 75 человек, включая 11 девушек, были торжественно приведены к присяге. В этом году полицейские ряды пополнились представителями из Рязанской, Костромской, Калужской, Владимирской, Тамбовской и Тульской областей. 16 человек продолжают славные традиции династий. Клянусь, приотвали неполномочий сотрудник органов внутренних дел. Уважать и защищать права и свободы человека и гражданина. Святый соблюдатель Конституции Российской Федерации, федеральные законы. Уверен, что доверие к полиции растет и будет еще больше расти. Вы видите принципиальную позицию руководства Министерства тех дел, позицию руководителей государства. Сейчас нет никого никаких послаблений. Если происходят некие правонарушения, тем более, что уголовного характера, административного, то с такими сотрудниками нещадно расстаются, потому что действительно сейчас создается полиция, представляя нового образа, нового облика. Его называли Александровский Джек-Потрошитель. И аналогию с зарубежным известным садистом провели не напрасно. Ведь тот, о ком пойдет речь сегодня, Владимир Рональдович Саренпя, родился, как тогда говорили, за бугром. Владимир Саренпя родился в семье советского коммуниста и не где-нибудь в центре или в глубинке России, а в штате Орегона, в Америке. Потом семья перебралась в СССР тогда. И так получилось, что Владимир женился, у него появилась семья, жена, две дочери. И он поселился во Владимирской области, в городе Александрове. 70-е годы многие окрестили всеобщим одобрямцем. Это период, который нельзя было ничем омрачать. Советские люди при развитом социализме должны были олицетворять самые лучшие человеческие черты. А они, оказывается, не только ударно трудились на стройках социализма, но и нарушали закон. Причем порой даже самым диким образом. 14 ноября 1975 года в Александровский ГОВД поступило сообщение о том, что в лесополосе недалеко от железнодорожной станции обнаружен труп женщины со следами насильственной смерти. Жертвой стала 18-летняя Татьяна, монтажница Александровского радиозавода. Девушка была раздета, а повсюду были разбросаны вещи со следами крови. На земле просматривался след волочения тела к кустарнику. Следователи заметили и еще одну существенную деталь. Девушку как будто сильно покусали. Но кто? Животные? В этом деле, как и во многих других, журналисты откопают кучу нелепых нестыковок. С одной стороны, процесс расследования постоянно продлевался. Опрашивались даже те, кто давным-давно отсидел и уже исправился. Но с другой, почему-то никто не обратил внимания, что буквально за полтора месяца до убийства Татьяны неизвестный молодой человек в возрасте 20-25 лет напал на другую девушку. Она ехала на велосипеде из Александрова в сторону деревни Бакшеева. Не менее удивительно и другое. 5 ноября всего за неделю до убийства Татьяны в районе Двориковского шоссе было совершено разбойное нападение на Нину. В темном переулке ее догнал молодой мужчина и неожиданно ударил по голове тяжелым гаечным ключом. Маньяк превратил молодую девушку в месиво, перебитые пальцы, сломанные кости, израненная голова. Но Нина выжила и запомнила только одно – страшный звериный оскал. А в один прекрасный день близкие погибшей Татьяны узнали о постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела. Позиция милиции объяснялась так. При встрече в момент остановки нанесения удара неизвестный с пострадавшей не разговаривал и ничего не требовал. В действиях мужчины, совершившего нападение на гражданку, отсутствовали признаки преступления. Так дело и попало на архивную полку. Но по городу слухи все равно разлетелись. Люди боялись выходить на улицы в темное время суток и требовали от правоохранительных органов поскорее найти неизвестного убийцу. Неоднократно выходил на охоту, нападал на женщин, насиловал их. Но так получалось, что он избивал их или молотком, или металлическим прутом, пытаясь убить, но не всегда добивал. А между тем имя преступника уже промелькнуло в документах следствия. Правда, по поводу другого жуткого инцидента – убийства, изнасилования, очередной Александровской жертвой. Ученица-телеграфиста районного узла связи, 22-летней Нины. Детали этого преступления по почерпу совпадали с убийством и изнасилованием Татьяны. Совпадало и самое главное – следы зубов. Владимир Саренпи оказался в числе знакомых девушки. Но в тот день у него было железное алиби. Он провел вечер в ресторане с приятелями. Однако вскоре в его показаниях наметились существенные бреши. Друзья, конечно, выпивали, но перепутать время на несколько часов не могли. Саренпи ушел домой гораздо раньше, а потому у него было время совершить преступление. Было не случайное нападение. Дело в том, что он был знаком с этой телеграфистки, добивался взаимности, но женщина отказала ему, ссылаясь на то, что у него семья, жена, двое детей. И тогда он решил силой взять ее и убить, что он и сделал. Под тяжестью улик маньяк признался в совершении двух убийств и девяти покушений. А в его доме сыщики обнаружили личные вещи потерпевших. Преступник получил самую высшую меру наказания. А вот покой его близких, в частности, бывшей супруги и уже взрослых дочерей, сегодня сами жители города Александрово оберегают трепетно от журналистов. Общество вынесло свой вердикт. Виновник давно наказан. А на семье и без того пятно на всю жизнь. В 17 веке один из главных представителей философии нового времени, Спиноза, заметил. Животное в любом возрасте сохраняет изящество. Почему же так изуродована благородная глина, из которой вылеплен человек? На сегодня все. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин